всем огромный привет меня зовут оля и добро пожаловать на мой канал сегодня мы с вами будем вязать вот такую замечательную шапочку зимнюю объемную очень мягкую из пряжи melody от drops вот такая красивая пушистая ниточка у меня есть подробный обзор на эту пряжу на канале я ссылочку оставлю под видео заходите смотрите это пряжа где 71 процент альпаки 25 шерсти и 4 полиамида 50 граммов 140 метров также вы эту пряжу можете заменить на вот такую fashion light luxury от река здесь 50 граммов 130 метров 74 альпака 22 шерсть и 4 нейлон пряжи практически идентичные чуть-чуть различают совсем немного на вот такую шапочку у вас уйдет два матка потому что вязать мы будем две нити у меня здесь две шапочки вы видите они практически одинаковые отличаются они тем что немножко по-разному связана макушка и то что в белую шапочку я добавляла еще вот такую тоненькую блестящую ниточку люрекса этот люрекс я покупала по моему от фирмы drops честно говоря уже точно не помню но я уверена что можно найти и у других производителей подобную ниточку она очень здорово оживляет пряжу смотрите она такая переливается очень здорово блестит на солнышке зимой или от цвета фонарей переливается очень такая нарядная шапочка и еще это я добавила здесь помпон а вот эта шапочка она просто из пряжи не менее эффектная очень мягкая совершенно не колется с отворотом на зиму самая тепленькая комфортная и фасона шапочки такой что он подходит практически всем она такая достаточно объемная но не сильно плюс у нее достаточно такой приличный напуск то есть это бини шапочку мы будем вязать на обхват головы 58 60 сантиметров она достаточно объемная совсем не давит на лоб резинка здесь не будет опечатываться у вас и при этом она еще не портит прическу не сильно ее приминает к голове в этом также плюс таких шапочек ну давайте приступим к вязанию нам понадобятся спицы у меня здесь спицы двух размеров пять миллиметров и шесть миллиметров вот эту шапочку я вязала резинку на пяти миллиметрах а здесь переходила на шесть здесь же я оставила спицы пять миллиметров вот посмотрите немного отличается полотно здесь она более плотная здесь такое более рыхлое мягкое то есть смотрите какой вам больше нравится мы сейчас с вами свяжем и такую макушку и такую так что вам в принципе будет понятно как вязать разные макушки и потом вы решите какую свяжете для себя итак на спицы 6 миллиметров набираем 69 петель нам понадобится 68 одна петелька нужно для того чтобы замкнуть вязание в круг и отматываем где-то полтора метра и набираем обычным способом сильно не затягиваем вот я набрала 69 петель и в конце я обычно завязываем узелочек и сейчас будем замыкать вязание в круг смотрим чтобы все петли смотрели в одну сторону смотрим чтобы все петельки смотрели внутрь шапочки и я обычно перебрасываю вот эту петлю на левую спицу с правой на левую и вместе провязываем пряжа здесь очень пушистая и переходов практически никаких не будет видно вот так вот делаем и вот собственно здесь все пушистенько никаких переходов не видно можно соединять по но именно в этой шапочке я делаю вот так и дальше вяжем первый ряд на спицах номер 6 резинкой 1 на 1 1 лицевая уже связано дальше вяжем изнаночной так я вижу посмотрите как я провязываю в первом ряду изнаночные петли и лицевые за переднюю стенку изнаночные за переднюю стенку лицевые и вот мы добрались до начала нашего ряда здесь можно повесить маркер он нам понадобится потом для вывязывания макушки нам нужно будет определять где начало ряда и вот здесь я также перехожу уже на спицы 5 миллиметров потому что резинку мы будем дальше вязать на спицах поменьше чтобы она была чуть поплотнее чем основное полотно ну и смотрится так лучше шапочка спицы 5 миллиметров у меня такие чуть укороченные металлические и я буду переходить на них сейчас я изнаночные петли вяжу вот так за заднюю стенку чтобы резинка с двух сторон выглядела одинаково чтобы петли не были скрещенными потому что у нас будет отворот и хоть пряжа пушистая но все равно резинка так выглядит аккуратнее изнаночную за заднюю стенку а лицевую как и вязала так и вяжу за переднюю стенку давайте покажу резинку видите она и с одной стороны и с другой выглядит одинаково когда вяжется отворот это важно продолжаем всего у нас резинка должна составлять 20 рядов таким способом на спицах 5 миллиметров вяжем 20 рядов и так друзья я с вашего позволения целиком резинку вязать не буду она у меня составила на шапочке 10 сантиметров 20 рядов мне этого достаточно для отворота а дальше мы начинаем вязать основное тело шапочки лицевыми петлями ничего не прибавляем те же самые 68 петелек вяжем просто лицевыми если вы хотите чтобы шапочка была по плотнее то вяжем на спицах 5 миллиметров если же хотите что было более такая рыхленькая то переходим на спицы 6 миллиметров и вяжем лицевой гладью где-то 20 сантиметров от окончания резинки то есть вот отсюда и до того момента как мы начнем делать убавки вы вяжете 20 сантиметров на этой шапочке также мы будем делать убавки но немного по-другому теперь вам покажу как я делала убавление вот для такой макушки довязали до маркера и начинаем делать первый ряд убавок провязываем 2 петли лицевыми и дальше 2 петли мы будем провязывать вместе я обычно так переворачиваю первую петельку и провязываю так дальше 2 лицевые и бабка и так до конца обычный ряд у меня закончился убавкой и дальше мы вяжем 2 ряда просто лицевыми петлями и так провязали 2 лицевых ряда теперь делаем убавки дальше 1 лицевая и 2 вместе то есть через одну теперь делаем убавки лицевая 2 вместе следующий ряд будет лицевой после убавок 1 ряд лицевых провязываем теперь мы будем провязывать по 2 петли 2 петли вместе 2 петли вместе и так до конца ряда ну что ж макушка наша почти готова у меня на спицах осталось 17 петель но я еще хочу уменьшить их количество поэтому я после убавления провяжу еще раз лицевыми 1 ряд и еще раз сделаю убавление по 2 петли также как в предыдущем ряду сейчас будет лицевой вязать уже гораздо сложнее некоторые переходят на чулочные спицы здесь но я просто вот так перетягиваю спицы и продолжаю вязать этот момент мой самый любимый и самый такой неудобный потому что шапочка уже вроде как заканчивается но эти последние петли даются так не просто надо их еще немножко подтягивать чтобы они смотрелись аккуратно ну что ж последние убавки мы делаем и потом я эти петли провязываю еще раз лицевыми то есть убавочные петли не сразу затягиваю а провязываю лицевыми и только потом стягиваю шапочку собственно все теперь можно отрезать ниточку протягивать ее в петли водить внутрь и затягивать это я покажу уже когда мы будем с вами вот эту макушку завершать тогда я вам покажу уже как заканчиваю вязание до конца а так вот эта макушка она конечно гораздо проще вывязывается чем вот такая клиниями самая простая макушка кругленькая для обе не вполне себе подходящая если она вяжется лицевыми петлями тоже теперь мы будем с вами вывязывать вот такую макушку состоящую из четырех клиньев она тоже очень хорошо подходит для шапок связанных лицевой гладью почему из 4 клиньев потому что мы будем делить наше вязание на 4 равные части и равномерно делать убавки у нас на спицах 68 петель и сейчас мы разделим на 4 равные части и отметим эти части маркерами получается по 17 петель в каждой части вот у нас начало ряда провязываем 17 петель ставим маркер дальше также точно 17 петель останавливаемся не довязав две петли до нашего первого маркера который обозначал начало ряда и делаем здесь первую убавку вводим спицу вот в эту последнюю петлю не переворачиваем их ничего просто провязываем вместе потом перебрасываем маркер провязываем одну лицевую и вот эту петлю я переворачиваю и провязываю вместе со следующей вот так вот мы сделали убавки первые 2 дальше вяжем до следующего маркера точно так же не доходя две петли вот две петли осталось вместе их провязываем маркер одна лицевая и снова две вместе вот мы подходим к нашей первой убавки и просто провязываем ее лицевой петлей и следующий ряд после убавок всегда будет лицевыми петлями провязываться и в том же духе также мы продолжаем вязать один ряд с убавками один ряд лицевой и встретимся с вами уже почти когда будем завершать нашу шапку я провязала последний ряд убавок и потом еще ряд лицевыми петлями сейчас у меня между маркерами везде по 3 петли и больше я убавки делать не буду мне кажется что уже достаточно и вполне себе можно стягивать макушку как я буду стягивать макушку обычно я это делаю при помощи иглы если нет иглы можно взять крючок так здесь у меня ниточка и я сейчас буду собирать петли иглу и и и собственно вот подтягиваем ну и потом серединку и уложу ниточку вот собственно и все мы завершили нашу шапочку еще хотела вам показать что из мелоди я также вязала вот такие варежки в комплект к белой шапочке варежки тоже получились очень классные на них нужно 2 моточка мелоди в две нити видите они немножко так подвалялись и просто как валеночки очень теплые на руке вот так вот смотрится очень теплая прям на зиму самое то если вам интересно я могу сделать еще такое же видео мастер-класс на вот эти варежки напишите в комментариях кому это было бы интересно но если это видео вам понравилось я буду рада пальчиком вверх и очень скоро увидимся в новых видео всех целую всем пока